Часть 3 Часть 3 Часть 4 Часть 4 И вот, в тот момент, когда Христос появился на эту площадь, то внезапно, одновременно, все люди узнали, что на площади появился Христос. Во всем параде шли к нему и все цари мира сего. За царями также шли войска, за войсками шли и все люди. У всех были лица радостные, все улыбались и все от величайшего счастья плакали. В эти столь торжественные минуты для всего человечества все люди почувствовали себя очень довольными и счастливыми. Все больные были совершенно здоровыми. За все время появления Христа на площади даже смерть уже никого не смогла коснуться. Всюду было какое-то небывалое ликование. Даже солнце несколько раз меняло свой цвет. Белый свет сменялся пурпуровым, затем фиолетовым, затем голубым, затем золотисто-желтым, затем зеленым, затем опять белым. Вся природа в это время оказалась совершенно преобразованной, юной и весело улыбающейся. Сам же Христос сиял точно солнце, а деяние его было белоснежно и соткано точно из солнечных нежных лучей. Он был роста выше среднего, красота его была неописуема. Около всех христианских храмов все торжественнее и торжественнее звонили. Когда все крестные ходы, а за ними и все человечество, подошли ко Христу, то, как духовенство, так и все цари мира сего, а за ними и все войска, и все человечество, пали перед ним на колено, и от великой радости, протягивая к нему свои руки, все плакали и вопияли. «О, сладчайший наш Христос! Ты наш Бог! Ты наш Спаситель! Ты наша жизнь! Ты наше счастье! Ты наш Царь! Ты наш Законодатель!» С неба послышался голос «Все есть Сын мой возлюбленный! В Нем Мое благоволение!» «В это время вся земля прославляла Бога и благодарила Его сердечными слезами, и всюду было слышно, как волны радостных человеческих восхлипываний и веселых восторгов, смоченных слезами неописуемого счастья, одна за другой неслись к небесам». Христос, хотя все время радовался, однако Он был задумчив, и нежная грусть не отлетала от Его лица. Он благословлял народ и целовал всех. В то время, как Он благословлял народ и целовал по одиночке людей, римский первосвященник что-то резко поменялся в лице. То Он побледнеет, то побагровеет, то вдруг сделается задумчив. «Христос несколько раз вскидывал на Него свои святые взоры, и не переставая все благословлял, и нежно целовал всех и каждого, без всякого различия, пола, возраста и состояния. И вот в те моменты, когда Он вскидывал свои святые взоры на римского первосвященника, к Нему подходили великие грешники и грешницы, арестанты и арестантки. Из них одни были убийцы, другие – прелюбодеи, грабители, пьяницы. И Иисус, как бы ни замечал я их примерскую, преступную, греховную жизнь, так же улыбался им и так же благословлял и целовал их. За этими грешниками подошел ко Христу и римский первосвященник, как носитель духовной и церковной власти, а за ним – духовенство и цари, и великие мира сего, а за ними – войско и так далее. Христос и их то же самое благословлял и то же самое целовал. Римский первосвященник после того, как принял от Христа благословение, страшно побагровил и сейчас же подозвал к себе одного величайшего и могущественного императора и стал с ним с нескрываемым волнением о чем-то серьезно перешептываться. Тот же самый император часто вздрагивал, пожимал плечами и из-под лоба смотрел на Христа. В это время из толпы людской послышались единичные голоса всенародно кающихся перед Христом в своих грехах грешников. Христос, слышав покаяние, даже прослезился. Многие из таковых кающихся были преимущественно арестанты и публичные женщины. Каялись и крестьяне, но их сравнительно было мало. Каялись и воины, но их было только несколько десятков. Из духовенства же каялся только один больной священник. О нем будет сказано дальше. В то время, как Христос благословлял и целовал в подходивших к нему людей, какая-то русская крестьянка изо всех сил вскрикнула «Господь, не уходи от нас! Будь кормилис наш всегда с нами, и нам будет хорошо, и мы все будем жить в счастье и блаженстве!» Христос, взглянув на нее, возрадовался духом. Из народа опять послышались голоса «Господи, не оставляй нас! Нам с тобой очень радостно! Да забвение радостно!» Среди этих единичных выкриков послышался женский, сильно крещащий голос «Кормилис ты наш! Господи! За что? За что же ты нас так любишь? Чему угодно тебе, что ты явился нам, и вы всех нас благословляешь? Милуешь и всех нас во мгновение ока сделал равными между собою, родными братьями и свободными людьми, свободными и от всякой даже частной земной собственности?» Слыша эти слова женщины, Христос поднял свои руки к небу и громко произнес следующую молитву. «Отче, да будут все едино, как и мы едино!» В это время римский первосвященник страшно побледнел. Глаза его засверкали каким-то зловещим блеском. Он как-то нервно оглядывался во все стороны, точно кого-то искал. Затем нервными шагами он подошел ко Христу и, что-то испуганно, захлебываясь от волнения, отрывисто говорил ему. Христос на минуту стоял задумчив, затем взглянув на первосвященника, что-то тоже ему сказал. Первосвященник, отходя от Христа, стиснул от прилива злобы свои белые губы. Он еле держался на ногах, он что-то шептал и что-то отдельными словами выговаривал вслух. Когда первосвященник встал на свое место, к нему снова подошел тот же самый могущественный император. Тут было слышно все, что раньше первосвященник сам себе произносил шепотом. Император спросил первосвященника, «Какая цель его появления среди нас?» Первосвященник ответил, «Та самая, что и раньше, ему, во что бы то ни стало, хочется устроить на земле царство своего небесного отца. Фундаментом этого царства, конечно, как вот мы видим из всех его отношений к нам, он обязательно положит четырехгранную свою евангельскую любовь. Первое. Богосыновное абсолютное святое братство всего человечества. Второе. Богосыновное абсолютное святое равенство всех людей. Третье. Богосыновную абсолютную святую свободу личности. Четвертое. Богосыновную абсолютную святую свободу от частной собственности. «Вот как!» – воскликнул удивленный император. «Да», – задумчиво сквозь зубы ответил первосвященник. «Знаете ли, император», – опять начал первосвященник, «его здесь появление для нас очень и очень опасно. Оно грозит для всего человечества каким-то ужасным переворотом, а мы, представители власти, окажемся на самом дне грядущей человеческой катастрофы. Знаете, император, хотя он и Сын Божий, хотя он и Спаситель всего мира, но все же, во всяком случае, он как человек мало знает человеческую психологию. Я говорю, что он по божеству-то, конечно, несравненно больше знает человечество, чем мы его знаем, но по человечеству он очень мало знает психологию народной толпы. И вот я думаю, чтобы от его опаснейших и разлагающих все человечество принципов спасти человечество, я предлагал бы непременно начать международную войну. Эта война в силу убеждения народов всевозможных эпидемических болезней, экономического государственного краха среди побежденных в разных местах революций, выдвижения в то время социализмом своих, с виду похожих, точно таких же, как его принципов жизни, человечество ведь слепо, оно не отличит одних от других, непременно внесет самую надежную и многовековую помеху осуществлению им на земле царства своего небесного Отца. Иначе мы все погибнем. А без нас, имущих власть, конечно, погибнут и церковь, и государство. Народ все подходил и подходил ко Христу. А Христос все благословлял и целовал людей. Из этой многолюдной толпы ко Христу подошел один русский молодой, красивый юноша. Он пал перед ним на колени и зарыдал. Христос нагнулся и поднял его. Юноша, взглянув на Христа, проговорил, «Господи, я солдат! Могу ли быть твоим учеником?» Христос тихо ему сказал, «Взявший меч, от меча и погибнет». Юноша, слыша это, тотчас же вышел из воинских рядов и стал среди крестьян. За юношей подошел к нему тот самый священник, о котором я раньше упомянул. Он также упал к ногам Христа и горько плакал. Иисус и его поднял. Священник, не глядя на Христа, спросил его, «Господи, совесть моя, совесть моя все время меня мучает. Мучает она меня за то, что я всю жизнь свою торгую тобою, торгую твоими таинствами церкви, а я бы хотел быть твоим верным последователем». Христос ему сказал, «Даром получили, даром и раздавайте». Услышивайте слова, священник вздрогнул, побледнел и задумчиво отошел от Христа в сторону. Через несколько минут после этого ко Христу опять подошел римский первосвященник, как носитель церковной власти. Он что-то минуты три беспокойно шептал Христу на ухо. Христос задумчиво его слушал и два раза тяжело вздохнул. Когда первосвященник отошел от Христа, тогда Христос поник головою и тяжелая грусть слетела на его лицо. Народ все время от радости плача и рыдая подходил ко Христу и, протягивая к нему руки свои, целовал его. В то время, как весь народ искал прикоснуться к нему, принять от него благословение, вдруг по одному мановению руки среди всего бесчеловечества сделалась глубокая тишина, послышалась речь проповедника. Проповедник был сам римский первосвященник. Он начал свою речь так «Цари мира сего и князья церкви, и вы все народы земли, внимайте!» Да будет всем вам известно, что мы, находясь здесь, действительно встретили самого Христа, Сына Божия. И все, Он до сего момента стоит среди нас. Вы все, мы без всякого сомнения убеждены в Нем и веруем в Его реальную божественную личность. «Но знаете ли вы?» Я вот всех спрашиваю. «Знаете ли вы, зачем Он явился среди нас?» «О, вы не знаете, зачем Он явился!» «Вопрочем, чтобы не быть голословным и утомительным для вас, я хотел бы спросить всех вас, вы обратили ваше внимание на тех грешников, о которых я говорить вам не буду, но только напомню вам о том, как увидавший их, Он от радости прослезился. Я напомню вам еще о той женщине, которая произнесла что-то такое, на что он особенно обратил свое внимание. Напомню также вам и о том юноше, который, услышав от него несколько слов, тача же оставил свои воинские ряды и перешел к крестьянам. Кроме сего, вы взвесили его к вам отношения? Вы проникли ли в самую суть этих отношений? О, вы ничего не знаете и знать не будете. И вот я, как наместник Петра, по долгу своей святительской совести, считая своим священным долгом, сказать вам откровенно, что я сам своими собственными ушами слышал от него, что он не признает никакой власти на земле, за исключением какой-то своей, которую он сам лишь имеет. Когда я подошел к нему и начал молить его о том, чтобы он возвысил и даровал снова прежнюю власть наместнику Петра, то он прямо и категорически заявил мне, что он никому и никогда никакой власти земной не поручал и никаких наместников Петра не знает. В Евангелии же сказано, «И я говорю тебе, ты, Петр, и на семь камней создам церковь мою, и врата ада не одолеют я, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Матфея 16, 18, 19. Мир христианский. Кому же мы должны верить? Верит ли Евангелию или сейчас явившемуся вот Ему? Я действительно верю, что Он есть истинный Христос, но я должен сознаться перед вами, что Он, как христианский Бог, совершенно не подходит ни под наши понятия о Нем и не подходит под самый дух времени. В это время кто-то из толпы вскрикнул, это потому Он не подходит под наши понятия о Нем, что вы, пастыри, Его заменили своим церковным Христом. «Это для нас, – продолжал римский первосвященник, – является такой чудесной загадкой, которая все самые величайшие чудеса в мире опрокидывает вверх дном. Ведь нужно только серьезно посмотреть на Него и без всякого стеснения сказать о Нем, и сказать одну лишь правду, и получится то, что Он для нас и Бог, и самое ничтожнейшее существо, спаситель и враг наш, искупитель и самый злейший наш мучитель, творец и самый презреннейший раб, судья и вечно подсудимый преступник, источник жизни и живая смерть, бесконечная святая любовь и самая злейшая ненависть, отец всякого блага и начальник всякого зла. Может быть, такое противоречие в нас о Христе создается нашей жизнью? Я спорить об этом не буду, но, во всяком случае, создается это противоречие не нами, лично в нас, а им в нас, именно им самим, вот хотя бы в таком частном вопросе, как наместник Петра Апостола. Ведь если бы действительно не было нас, наместников блаженнейшего Петра, то исторического законного священства не было бы на земле, а он едва ли его признает. И через это, конечно, не было бы и священства в церкви, не было бы и таинства, не было бы и самой церкви, но это не все. В самом деле, не нам ли обязана своим существованием на земле церковь его? Не нам ли обязана цельность и неприкосновенность Евангелия? Не нам ли обязаны тринитарные, христологические и сатирологические догматы в своем развитии христианской религии? Не нам ли своим существованием обязана и само христианство? Не нам ли, наконец, вот и он, оратор рукой показал на Христа, обязан своим спасением от Ария и Савелия и их последователей, которые стремились низвести его с божественного пьедестала на степень творения? И вот за все двадцативековые, пронесенные нами добровольные труды, подвиги ради его спасения на земле со всем его учением, он вдруг говорит, что он никаких наместников Петра не знает и никому никакой земной власти не поручал. Но если бы он знал, что ведь и мы-то только тогда сильны и только тогда творчески продуктивны в наших церковных делах, и, наконец, только тогда мы можем свободно вести людей к Нему же Святому, когда мы облечены властью, когда эта власть находится у нас в качестве всемогущего Моисеева Жезла? В это время опять послышались из толпы голоса. «Вы, Святейший Отец, правы!» «Да, Святейший Отец, вы, безусловно, правы!» ответил какой-то римский митрополит. «Конечно», – продолжал оратор, «мы должны сознаться, что всякая власть от Бога, хотя я в душе свое чувствую, что он ее считает не только не от Бога, но прямо-таки от дьявола, а от того духа, который некогда его самого искушал в пустыне. Я во всем этом не сомневаюсь, что он действительно так и считает ее. Но ведь кроме него есть еще два лица Святой Троицы, и, наверное, если не он, то Отец его, а не Отец. Так Святой Дух или кто-нибудь из этих двух апостасей непременно все-таки считает всякую власть от Бога. Так подсказывает мое сердце. И уже если говорить правду до конца, то я опять скажу, что без нашей власти никто бы не верил в него, никто бы не слушал его суровый закон, никто бы ни одной минуты не стал терять на изучение его учения. Только благодаря нашей власти народ крестится, принимает христианство, распространяется Евангелие, проводится в личную жизнь, его учения, ходят люди в храм, исповедуются, причащаются и так далее. Все это делается людьми только благодаря нашей власти. В заключении всех слов я все же должен сознаться, что Он, хотя действительно есть Христос, действительно есть Сын Божий, но ради самого христианства и ради существования на земле церкви несравненно было бы лучше, если бы Он оставил нас и нашу землю и удалился бы на небо. Мы бы также по-прежнему молились Ему, строили Ему храмы, прославляли Его, возносили Ему фимиам, возжигали Ему паникадила и так далее. Только бы Он не появлялся среди нас, ибо Его появление на земле погубит христианство, а вместе с этим погибнет и вся культура, и все человечество. Речь проповедника произвела сильное впечатление. Она точно буря пронеслась перед человечеством, и все человечество заволновалось и зашумело. Трудно было что-нибудь понять. Все кричали, все вопили, и произошло такое сильное смятение, такой сильный шум, что даже представить себе нельзя, что происходило среди всего человечества после столь сильной проповеди с первосвященника. В самый разгар всеобщего человеческого смятения ко Христу подошел какой-то монах, по всей вероятности какой-нибудь миссионер. Он смело, чуть не начальчески, обращаясь ко Христу, спросил его, верует ли он во единую святую соборную и апостольскую церковь? Христос ничего ему не ответил. Подошли к нему некоторые цари мира всего и спросили его, признает ли он для благохристианской жизни власть кесарей. Христос указал им на себя, как на единого христианского кесаря, и на свою власть, как на единственную христианскую власть. Затем, несколько помолчав, он сказал, «Ваша власть есть противление злом злу». «Моя же власть есть бесконечная, всепрощающая любовь. Все, что не божественная, евангельская любовь, не есть моя власть и не есть мое царство». Христос хотел еще что-то говорить, как вдруг, по мановению чьей-то властной руки, его арестовали и уже повели куда-то. В это время из толпы послышались по его адресу бранные слова, посыпались на него плевки. Его остановили, он был бледен, кто-то ударил его иконой по голове, Иисус вздрогнул, кровь выступила на его голове. Какой-то протеерей взял у дьякона кадильницу, и из нее на голову Христа высыпал горячие угли. Христос молчал. После этого протеерея, какой-то схимник, проживший в затворе 35 лет и достигший такого духовного совершенства, что по своей молитве за всю свою жизнь воскресил пять человек с мертвых, словом исцелял больных, изгонял бесов, был настолько прозорливым, что знал все человеческие мысли и так далее. И вот он подошел ко Христу, плюнул ему в лицо, ударил его по лоните, толкнул его в грудь, проклял его и, осенив себе крестным знамением, отошел от него. Христос грустно посмотрел на него, но ничего ему не сказал. После этого схимника какое-то духовное лицо тоже по голове ударило его золотым, наперстольным крестом. В это время злоба человеческая против Христа еще все сильнее и сильнее росла, усиливалась и разгоралась, и с самого центра послышались голоса, требовавшие связать его, и как еретика и государственного преступника подвергнуть розгам и плетям, а затем предать его смертной казни. В этот момент к нему подошли несколько русских епископов и спросили его, «Господи, как ты смотришь на историческую преемственность священства, на чудотворные иконы, на мощи святых и на сектанство, которое не признает церковь, отрицает войну, отрицает государство и отрицает обычные человеческие законы общественной жизни. Христос с такой укоризной посмотрел на них, что они от стыда или злобы даже побагровели». Смятение же народное против Христа все сильнее и сильнее увеличивалось. Кто-то громче всех кричал, настаивая на том, чтобы спросить его, зачем он не обратить свое внимание на людские бедствия и слезы, есть ли он Бог, зачем он не уничтожит в самом корне всякое зло на земле, есть ли он всемогущ и любит род людской. Но в это время народное смятение дошло до того, что здесь все стоящее человечество представляло из себя точно какое-то ревущее, бушующее море или самый сильный водопад. Оно все превратилось в какой-то зловещий, страшный рев и страшный шум. И лично до самого Христа долетали даже такие бранные слова, как, например, «Он хлыст», «Он волхв», «Он безбожник», «Он страшнейший, опаснейший антихрист», «Он народный возмутитель», «Он сам сатана». Были слышны и другие постыдные клички, о которых здесь стыдно и говорить. В это время тот самый император встал на возвышенное место, нарочно для него устроенное, и начал держать речь. Толпа вся утихла. Он говорил так, «Народы земли, мне подсказывает мой государственный гений следующая мысль, вы знаете ли, народы земли, сколько времени здесь среди нас стоит Христос? Он здесь стоит ровно восемь часов. Народы земли, я говорю, что он здесь стоит ровно восемь часов. И вот знаете ли, в такое короткое время своим реальным появлением среди человечества он столько внес в сердца людские страшных возмущений, ужасных соблазнов и всякого рода тревог, что еще не было в мире подобного ему человека? И сама история не знает такого преступника, такого злодея, который бы мог за всю свою злодейскую преступную жизнь внести в мир столько беспокойства, столько тревог, столько страхов и ужасов, сколько вот этот Христос. Я прекрасно сознаю и твердо верю, что он есть действительно тот Христос, тот Сын Божий, который раньше ходил на землю, учил людей, творил чудеса, умер на кресте и в третий день воскрес. Но все же, несмотря на это, я смело скажу, что, быть может, он на небе, среди других существ, конечно, не похожих на нас, кое-как еще терпим. Что же касается земли и ее насельников, то он абсолютно одной минуты здесь нетерпим. Если мы до сегодня считали его Богом, молились ему, то мы это делали совершенно не видя его и не зная его жизни, особенно не зная его реального отношения к людям. Конечно, мы читали и знаем его учения о жизни, но мы никогда не видели ни одного человека, кроме него одного, который бы указывал своею практическую жизнью, как жить по его учению. И вот, когда он сам теперь среди нас, когда мы собственными очами увидели и убедились, как он сам относится к человечеству, то я должен сказать, что он совершенно нетерпим. Одной минуты нетерпим здесь на земле. Если сию же минуту он не оставит нас, то мы должны прибегнуть против него к разумным мерам, чтобы его каким бы то ни было способом или каким бы то ни было радикальным мерами отсюда выпроводить, иначе мы все из-за него погибнем, а народ и войска потеряют всякое послушание и подчинение благоразумной нашей власти. В самом деле мы имеем явное доказательство против него, оно налицо. С того времени, как он появился среди нас, среди всего человечества злоба, в людях против него все растет и растет, смятение народное все усиливается и усиливается, что же это такое? Не надеется ли он на неприкосновенность со стороны своего творения, своей божественной силы, которую он как Бог в себе имеет? Не мнит ли он себе, что вы, что бы против меня не говорили, не затевали, вы мне, как духовной божественной личности, ничего не сделаете, ибо я Бог и поэтому не подвержен никакому страданию. В этом, конечно, никто не сомневается, что он Бог, а мы творение, но ведь и дьявол его творение, однако это творение ни днем, ни ночью всему божеству не дает покоя, а больше всего это от этого творения достается ему же самому, вот этому же Христу. Даже такое творение, как евреи, и однако же и они его распяли, и он сам кричал с креста, Боже мой, Боже мой, зачем ты меня оставил? Так вот, и мы теперь посмотрим, избежит ли он наших рук, может быть, он надеется еще на свою всемогущую любовь, которая, по его понятию, может совершенно обезоружить самых сильнейших и злейших его врагов. Да это может быть и правда, но пусть же он знает, что земля создана не для его любви, а для людской ненависти и всякой злобы. Земля не знает, что такое любовь, земля не знает также, что такое воля Божия и что такое Царство Небесное. Земля знает лишь власть, знает насилие, знает солдатский штык, знает виселицы, знает гильотины, знает расстрелы, знает тюрмы, знает сумасшедшие дома, знает суды, вообще знает одно только зло, зло и зло. Вот что знает земля. Недаром она породила ад и дьявола. Конечно, она знает и Бога, но такого Бога, который точь-в-точь подходит на нее саму. То есть такого Бога, который убивает людей, мстит своим врагам, смеется над человеческой жизнью, вменяет ее ни во что, издевается над нею и так далее. Но такого Бога, как Бога любви, Бога сострадания, Бога мира, проповедующего людям святое богосыновное абсолютное братство всех людей, Бога святого богосыновного абсолютного равенства всех людей, Бога святой богосыновной личной абсолютной свободы человека, и, наконец, Бога святой богосыновной абсолютной общности частной собственности человека. Земля никогда не знала и знать не будет. И если подобная идея носится над землей, то это лишь благодаря вот этому Христу, который откуда-то принес ее на землю. Но она настолько чужда земле, насколько солнце чуждо мраку, и насколько он сам чужд нам и нашей жизни. Итак, народы земли, нам ничего не остается делать, как сейчас же принять против него самые строжайшие, радикальнейшие меры, чтобы его здесь не было и чтобы он больше не появлялся среди нас и не посещал землю. Мы, как были без него христианами, такими же вовеки вечно и останемся. Зачем он нам нужен? У нас есть духовенство, у нас есть храмы, и нам больше ничего и не нужно. Итак, народы мира, если мы дадим ему хотя один час пробыть среди нас, то тогда все человечество перевернется вверх дном, и мы все погибнем.